нарушитель глобный добрый добрый я так разумею адвокат не я не адвокат я а если документа нету нельзя вы сами повиняю разумеется я хочу вас сообщение через моего представителя захисника и документы его тоже что же у меня уже я забрал не видели надо было видеть а чё вы на украинском не разговаривать я на украинском языке вот коллега удостоверение украинском это бачилы я ответил вашей умовой а зачем я должен попросить вас разговаривать на русском а я прошу на государственном языке на государство я же на русском разговариваю шевченко максим алексеевич да и ваша пожалуйста на камеру я не снимаю не но коваленко юрий евгений командир взвода и жетон не видно так что причина остановки вы поняли воде я за поручение права дорожного рука там и проехал на заборонен и желтый сигнал светофор а это пункт какой представляете 8 7 3 2 не это право дорожного движения а согласно закону согласно закону рекомендации закона украина национальной полиции первой пункт первой давайте постановление на него давайте постановление на него тогда предъявить под ласка патни вы его просто уже обвинили смысл зачем вам документ мы разглядаем справа на раз данный момент ну подождите для того чтобы начать нужно до этого выслушать клопотания как вы от него услышали клопотание розгляд справа начинается вы сказали что вы уже рассматриваете дело рассматриваю если уже разградаем до початку розлив справы нужно утвердить все клопотания того кто притягивается до начата становится особа то есть товарищ водитель еще пока не начали рассматривать мы представились воде нам предупреждение скажите просто рассматривается дело или нет начали розгляд справа а в отношении кого залива все познати что он так и так как вы рассматриваете не знаете в отношении кого пока чекали на вас мы не разглядали справу мы читали на юркома так ли нам поведут но так тогда может клопотание сначала выслушайте что твердит 278 пункт 5 я вам не указываю я вам говорю то что написано в кодексе если вы не знаете что там написано там написано что вы должны выслушать все клопотания особы полимет повинен до початку розгляду справы посмотрите подготовка до розгляду справа 207 восьмая статья но но четко вы знаете что треба установить где это написано покажите по такой нету просто так там нету такого я знаю откройте 278 посмотрите на чем он не закинчил вы сказали про вы сказали вы вы мне скажете пункт закона норму закона там где вы должны сейчас установить лично вы если что что от нас хотите потребовать документы смотрите вы первый пункт говорите там есть другой совсем пункт я не знаю все знают кроме вас я смотрю первый пункт и вы уже обвинили водителя зачем дело рассматривать вы его остановили за то что он уже нарушил зачем рассматривать дело вы почитаете первый пункт вы читали если водитель нарушил конечно давайте дословно вы и я 35 статью всю ходите вы же командир покажет подчиненному как знаете закон да пожалуйста но это ж просто козырну а кто знает рассказывает чего я ненавижу нашу полицию просто и все а как мне с вами как мне с вами разговаривать по-другому если вы сейчас если вы старую милицию а при чем старая милиция а при чем здесь это старой полиции сейчас нет зачем они разговаривают а то что вы любите то есть люблю свою люблю ну и что я ненавижу нашу полицию как вообще орган орган этот орган не полиция он только создавали ее когда и как мне все равно вы же там работаете если вы это вы для чего говорить типа оправдуете я не оправдую а мне кажется что оправдывает ну я не обонюл ну обонюл ну обонюл ну обонюл у меня есть колизия пиздец и пиздец 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 и пиздец пиздец ну а как причем вы за своих коллег смотритесь вот так как беспредельщики которые не соблюдают закон вот и все вот я сейчас конкретно давайте чтобы они переходили в другое русло я прошу пожалуйста дать возможность на даты клопотаний это валуев иван петрович вам достаточно нет а чего мы не бачим а документы вот на основании чего мы должны показать документы чтобы установить особу да нет на основании чего вы знаете согласно 19 статьи конституции ваша любая просьба и треб просьба вообще мы отклоняемся просьбе а любое требование должно ссылаться на норму закона вот скажите пожалуйста норму закона где он должен предъявить документ то есть с вашей думки да любой громадянин может еще не знаю вы не продолжили я никого не обвиневываю может порушивать правила дорожную руку и неважно не обовязково правила дорожную руку нет я считаю что полицейские например я встречал на западной украине может прийти все рассказать как хотя бы говорит ваш руководитель вот вы можете это сделать вы этого не делаете нам говорят на шевченко 315 одно а здесь городе происходит другое так пожалуйста задайте им вопрос зачем такое расскажешь вы такого не умеем делать я предполагаю тогда тогда вы должны не должны там работать вы должны уволиться и все начальница говорит одно вы делаете другое правильно в законе написано 3 я не дивлюсь такие подпосмотр посмотрите чего это мы можем ссылает электронную давайте жалобу напишем может вас вызовут хотя вас не вызывают никогда я денис зовут это я его заказы показали видео а он мне рассказал что он завершал маневр так вы ну то мы еще до этого дойдем до планшете по-моему на телефон с регистратором с 11 айфона изображение нормально вы сохраняете по видео сохраняется смотрите давайте до початку розгляду справа я вам говорю пока пока у вас пока я же говорю до початку розгляду справа нет еще не идет до початку розгляду справа я вам представляю человека это валу иван петрович я его защитник галагуря денис александрович можете в интернете посмотреть пожалуйста там есть что я физическое лицо предприниматель у меня юридические услуги у нас с ними есть договор вы все равно не имеете права его проверять поэтому давайте на этом не с вами два клопотания мне пожалуйста клопотание предоставить документацию на этот телефон который вы предоставляете согласно чтобы он не нарушал приказ 1026 это раз клопотание в письменной форме пожалуйста ответить и клопотание закрыть справа по 247 все здесь тем что человек заканчивал маневр согласно правил дорожного движения вы можете пойти ответить от валу ивану петровичу пока пока вы не ссылаетесь на норму закона мы будем читать постанову 7-го в чем-то обвинил несколько остановили незаконно меняют красный свет не красный хорошо зачем вы его на желтый колик проехала 2 2 он может закончить маневр вы от него услышали что он что он заканчивал маневр вот я вам объясняю поэтому даю клопотание закрытый справа по 247 я с вами спілкуватись не буду зараз приедем я вам говорю давайте давайте я вам говорю что вы там что сделали я вам дал два клопотания все вы можете их размером можете отклонить продолжим дальше вот и так но заканчиваем маневр заканчивания маневр это идет на усмотрение кого полиция должно делать вывод правильно он сделал заканчиваем маневр или неправильно она по правилам выше правило знает на усмотрение кого заканчивается маневр когда мигающий зеленый и все остальное на усмотрение водителя вы не судья ему чтобы определять правило дорожного рука написано крови я не вижу здесь крови ну так слава богу чего человек правильно сделал так всегда должно быть знаете какая сейчас практика знаете почему он так делает потому что сейчас когда водитель полицейским показывают документы когда я приезжаю уже постановление составлю вот и все так что в чем вам проблема я вам дал пояс я вам дал два клопотания здесь 47 закрыть в связи с тем что он заканчивал маневр связи с отсутствием доказательств прошу ее закрыть не начиная рассмотрение это в 247 но есть вы почитать здесь 47 ну можно вообще я вам и для этого и говорю все хорошо мы никто ни с кем не ругался тогда водитель поехал не задерживайте я поехал она есть поверьте давайте вам объяснение хотите вот смотрите в этих командира смотрите если сейчас вы не составляете постановление не собирались составлять значит водитель ничего не нарушил я вам так хочу а если он не нарушил значит никаких документов и речи не может идти вы понимаете причина следственную связь конечно если он нарушил как вы вы уже обменили по первому пункту ладно но там написано если водитель нарушил правила дорожного движения уже нарушил дело рассматривается для того чтобы установить он виновен либо невиновен в админ правонарушения вы понимаете а вы его изначально уже нарушителем наживаете так это уже предвзято и упрс жена вы к нему ставите вы почитайте может быть причастлив или автомобиль к админ правонарушению либо преступления вот это третий пункт он более-менее подходит у вас есть какие-то данные там на вашем личном телефоне не важно но явно не первый а это вообще это не третий пункт а это вообще это не третий пункт я сказал больше за алина 5 подошел у вас нет информации видеозапись это не информация то есть если вам заявление напишет кто-то это не третий то вам сейчас кто-то вам обязаны едет как будете останавливать ну так как чем информация может выражаться вы почитайте вообще будь что как то же самое я очень много читаю мы сейчас просто с вами тогда выучите 35 статей хорошо вот выучите правила дорожного руку бы 2 правила должны быть первую очередь прежде чем выходить на службу должны знать закон украины распали первую очередь я неправильно правило когда вы сели в машину тогда будете знать право дорожного движения а когда вы выходите на службу принимаете смены получаете оружие все получать вы должны знать закон украины нас полиции досконально это первое что вас определяет полностью ваши права и обязаны целый закон а вы этого не хотите знать вот я говорю пожалуйста не задерживайте человека он опаздывает ему ребенка забирать а он задержан да не задержан он конечно чего ты не задержан ну человек же пояснил закончил маневр чтобы не создавать аварийную ситуацию на проезжей части он даже цего нам не пояснил так вот представитель приехал он мне объяснил что по телефону я вам сказал вам неправильно объяснил потому что вы сказали что ну что я сказал что правильно вы думаете что только то что вы тут скажете так как вы скажете это правда потому что у нас в Украине так визуство невиновных все происходит правильно что я хотел сказать ну а что теперь если можно было так делать то все по убийству убивали в зале суда убийца шо говорит всегда нет я вам вообще говорю эта линия защиты вы к этому морально должны быть готовы полностью и всегда никогда в жизни не должен водитель признавать свою вину если вы ее не доказали вы согласны со второй и должны доказать а вы сейчас будете как доказывать свидетели у вас я вам расскажу ну мы же миллион раз это проходили свидетели у вас есть я вам говорю вот с полицейскими свидетели у вас нет у вас личный телефон нарушает приказ 1026 кстати 40 он не имеет никакого отношения не ваш регистратор вообще ничего ну в чем доказательство у нас только трука может это стационарном положении они в руках вот вы еще говорите что вы много читаете вы почитайте что автоматичная фотовидеотехника а вы почитаете вы читали у нас только трукам подходит под это и все вы остановили связь а что еще остановили съемку не давайте погода не задержать отпустите пожелать и счастливого пути мы тоже разъехали конец дня детей забирать со школы и по ним можете по его можно поговорить он может ехать это служебный видела выдаю служебный полицейский он ехать может секунды командир я вам скажет это командир вам не командир главных делов в этом и командир петрович а пока дмитрий да 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 Когда вы думали, что показали видео, то так делать не можно. То, что он вам сказал на червенное светло. Ну не важно, к чему мы идем. Давайте, ездите. Установку никто не хотел писать. Все хорошо. Зелтый сигнал. Завершение маневра, как вы говорите, может быть. Но так делать не можно. Как? Краще, когда зеленое светло начинает плываться, 3 секунды. Вы видите, какая погода сейчас. Посмотрите, какая погода. Он все понял, все видно. Если он резко затормозит, то его юзом понесет кудись. Он просто... Он понимает. Все отлично. Поживайте, шли по пути и вам до свидания. До свидания.